Бента торт. Что это такое? Сегодня с вами узнаем и даже попробуем на ваших глазах сделать, украсить этот торт. В студии у нас кондитер Екатерина Панова и вместе с ней мы будем делать бента тортики. Не знаю, что это такое. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это такое бента торт. Ну, бента торт это такой же торт, только маленький. Он рассчитан прям на одного-двух человек и в диаметре примерно 10 сантиметров. Почему он называется бента торт? Можно было мини торт тогда назвать, да? Бента это вообще японское слово. Так ты знала, вот я так и знала, что японцы так. Японцы так называют какую-то однопорционную еду, которую, то есть, они берут с собой в коробочке с крышечкой. Будем знать. Значит, вот у нас здесь сейчас заготовка обыкновенного тортика сладкого внутри, правильно? И сейчас мы просто будем его украшать. Как раз на двоих, Женя. Хорошо, что мы срабатывали Ваню, да? Вот, пусть он в школу бортмутников едет там, развлекается. А, тут есть еще. Ну, можно по одной перчатке взять. Да, по одной. Давайте. Наша правая рабочая, у тебя левая. Правая, правая, правая. Так, хорошо. Рассказывайте, что мы будем делать? Давайте с вами сделаем мазки и напишем новое утро, соответственно. Давайте. А смотрите, бента торт, он обязательно должен быть вот с каким-то рисунком или вот в таком виде он уже считается бента торт? Бента торт, конечно. Просто, да, это популярно, сделать какие-то надписи, смешные рисунки. Это порционный, порционный торт. Да, кому не нужен большой торт, берут маленький. Также его удобно там перевозить. В отличие от большого торта, не нужно какой-то специальной транспортировки. Помните, шутка гуляла, когда корпоратив индивидуального предпринимателя? Нет, что за шутка? Ну, что он один отмечает, потому что он же ИП, и как бы у него нет большого количества людей. Это вот бента торт, это как раз на корпоратив индивидуального предпринимателя. Да, то есть что внутри? Внутри, да, может быть, что угодно, так же, как и у большого торта. А у нашего что? Красный баркат. О, ну это великолепно, ты любишь шоколад, нет? Да, я очень, я очень люблю, я люблю торт. То есть ваниль, шоколад, все что угодно может быть. Хорошо, давайте приступим. Давайте берем синенький крем и будем делать мазки. Сначала сюда выдавим. Мазки это как у... Украшения сначала. Я имею в виду, как у художников, вы имеете в виду, мазками будем работать, да? В технике мазок. Почти, берите кто-нибудь еще, шпатель, другой. А, это называется шпатель. Давай, давай, Тань, посходи, походи сюда. Слушай, у меня тут такие штуки, да? Да, я вижу такие. Я могу и мазки делать. Да, и немножечко... Показывайте. Я сегодня в хирургии, я буду медсестрой держать буду. Ну и все, вот так немножко можно. Нам надо просто как бы вот... Фон сделать, да. Фон, иллюзию такую, да? Не то, чтобы его... А потом мы беленьким сверху напишем. А, вон оно что. Так, мы должны полностью его закрасить? Нет, чуть-чуть, чтобы беленькое тоже осталось. Чтобы беленькое тоже осталось. Прекрасно. А сколько, кстати, стоит такой тортик? Ну, потому что по поводу больших мы в курсе, да? Ну, варьируются цены примерно до 700-700. Один вот такой, да? До 1300. А сколько здесь вес? Примерно полкилограмма. Полкилограмма. Угу. Прежде чем, мне материал закончился. Ну, получается, что такой тортик дороже, чем если ты покупаешь, например, большой торт. Потому что обычно у больших килограмм стоит как раз там где-то рублей 900. Ну, там тысячу пускай, но килограмм. А здесь получается дороже. Я просто, видимо, давно покупала торт в ручной работе. От ингредиентов еще, правильно? Да, правильно. Кто-то же яйца, там, хорошие сливки используют. Кто-то посложнее начинки делает, кто-то полегче от этого тоже. А сколько сейчас стоит килограмм торта, если у кондитера заказывать? Я понимаю, что у всех по-разному, но... Ну, примерно от тысячи до двух. Килограмм? Да. Прямо по-разному. Можно по бокам тоже сделать. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Что мы дальше будем делать? А это у нас что за крем вообще? Крем-чиз, творожный сыр и сливки. Захарная пудра. Подкрашена просто, да, соответственно? Ну, ты пищевая сеть. Ну, все, лучше с боков, чтобы не закрашивать беленькое. У нас есть посыпочка, мы можем еще посыпать. Я же не знала. Я так, давай, все закрашивает. Плотно-плотно? Нет, можно прям вот так вот. Так, все не то. Все. Ты мой друг, я твой враг. Можно прям вот так вот с боков, вот с этих. Что еще? А еще бока? Ну, можно и так добавить. Еще надо просто добавить там, где ты не добавляла, и убавить там, где ты добавила. Понимаешь? Что все будет сразу хорошо. Все, все, все. Все, так, ладно, у нас вот что получилось. Теперь? Ну и все. Все, теперь беленьким можем писать, что угодно. Подождите, а засыпать будешь ты тогда? Иди пиши. Писать. У тебя каллиграфический пульсик? Нет, но я отдавайте, покажите, покажу. Нет, ну этим, как это называется правильно? Все время забываю. Слушай, ты хитренькая. Давай, говорит, я намажу, а ты иди пиши. Я не хитренькая, я хотела тебе доставить удовольствие. Думаю, чтобы ты поучаствовала. Так, сейчас. Букву О. Вот. Она так у меня. Почти. Как это. Так, ну. Главное тут еще рассчитать. Посильнее и помедленнее. А. Не торопись. Мне кажется, но в... Во. Ей не влезет, Жень. Я попробую. Влезет, влезет. Да что ж такое. Тут такие картины рисуют. Ну. О. О. Не. Мы так затихли все. Потому что мы все переживаем, чтобы было ровно, красиво. О. И ведь стараешься, Женя, стараешься. И буквально за секунд 10 просто. Когда нож коснется этого бента-тортика. Ну, да. То есть вся твоя красота окажется у кого-то, так сказать, на вилке. А я, знаешь, кстати, сейчас рисую. И почему-то, я не знаю почему, вспомнила торты с фотопечатью. Помнишь, когда, ну, было одно время модно делать фотографии на торт? Да. И я помню родителям сделала такое на годовщину свадьбы. Их свадебную фотографию, вот ту, которая была там в 84-м году. И вот ни у кого же рука не поднимается. Воткнуть нож теперь получается в лицо, в человеку. Ну, как вот это сделать? И как вы выходили из ситуации? А мы, оказалось, можно этот вот, это как жилет. И снимаешь его просто. И потом, правда, тоже непонятно, что с этим делать. Как вы думаете, в оформлении тортиков, скажите? Ну, больше минимализм. Сейчас уже не нужно никому все обставлять, заставлять. Смотрите, как красиво. А как нам это все показать, Жень? Вот так пробуем. Теперь посыпочками давайте еще посыпем. А, Тань, давай, посыпай тогда уже. Какой? Вот этой посыпочкой, да? Вот у нас как получилось. Сейчас еще посыпочкой посыпем. Будет вообще красота. А теперь представьте, что если это красный бархат, то внутри, вот он сверху у нас желто-ой, желто-ой, господи, боже мой. Бело-синий, а внутри красный. Смотрите. Еще раз, золотик мы покажем. Шикарно, я считаю, у нас получилось. Неплохо. Главное, чтобы еще вкусно было. Это да. Можно это с тобой рассчитывать? Да. Бетто-тортики сейчас популярны или только набирают обороты, или это уже прошедший тренд? Ну, тренд пошел где-то летом 21-го года. Когда все рассредоточились по своим домам, понимаешь? Вообще сейчас, наверное, это 80% заказов, и отдаем их каждый день по 2-3 штуки. Это точно, стабильно. И они сейчас очень актуальны. Прям все нужны. Даже те, кто не ест сладкое, допустим, сделать фото в Инстаграм, всем охота. И вот берут. У нас сегодня тоже будет фото в Инстаграм, благодаря Екатерине, потому что у нас есть свой бета-торт. Почему бета-торт? Бенто. Бенто, простите. Бенто-торт. Это в переводе с японского торт на одного.